Первый номер газеты «Горкинские вести» вышел 26 августа 2005 года. В нем целая страница была посвящена проблемам военного городка. Мы все эти 10 лет боролись за то, чтобы по закону военный городок, когда он стал открытым, должен был передан муниципальную собственность. Этого не происходило. И жители как раз боролись с помощью муниципальной власти за это. И что интересно, вот газете 10 лет, и 10 лет исполнилось в нашей борьбе. И через 10 лет только мы добились того, с помощью местных органов власти, что наш городок, Министерство обороны, выпустил приказ о передаче его в муниципальную собственность. Все перипетии борьбы за выживание военного городка можно проследить на странице газеты. Елена Замятнина, редактор этого издания, депутат Совета депутатов поселения второго созыва. К тому же она входит в состав общественной палаты муниципалитета. Ее статус позволяет отстаивать и другие проблемы жителей горок Ленинских. Освещает она и хорошие новости. Наш уникальный музей истории сельской школы, который работает при школе памяти Ленина, возможно, будет закрыт уже в декабре. И что с ним дальше будет, неизвестно. И, конечно, мы хотим при помощи общественности, чтобы этот музей продолжал жить, чтобы ни в коем случае не закрылся. Вот это наша сейчас основная задача. Редактор газеты «Горкинские вести» в этом году стала участницей областного конкурса «Наше Подмосковье», выбрав номинацию «Больше, чем профессия». В прошлом, в 2014-м, Елена Замятнина стала обладательницей второй премии. Если бы не было этого губернаторского конкурса, то его надо было бы придумать, потому что это, на мой взгляд, гениальнейший проект. Потому что, например, в нашем поселении, благодаря этому конкурсу, мы поняли, сколько прекрасных дел у нас делается, сколько у нас работает замечательных людей. Так родилось приложение газеты с описаниями действующих проектов, созданных жителями поселения. Автором этого приложения стала Сусанна, молодой специалист. Она же стала и автором дизайна нового альбома памяти, изданного к 70-летию Победы, который был подарен жителям горок Ленинских. Он у нас фотоальбом. Там минимум текста, там больше фотографий с архива, который идет с 2005 года. Каждый житель получил такой мини-семейный альбом, в котором он сможет найти себя 10 лет назад, посмотреть и вспомнить это еще раз все. Там есть на страницах и слезы, и переживания, но, тем не менее, там есть и радость, и восторг, и смех. Газете «Горкинские вести» 10 лет. Совсем юный возраст. Но как много уже сделано. Хотелось бы, чтобы наша газета продолжала жить. А газета муниципальная, она живет жизнью поселения. Без тех дел, без людей, без проектов. Это просто листок бумаги. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.